Десна ТВ Сводка криминальных происшествий за неделю Десногорск присоединился ко всероссийской акции «Ночь кино» Фильм разрекламированный, ожидаются большие эмоции, очень хочется посмотреть Турнир по бадминтону «Атомный валан-2019» Здесь в Десногорске очень-очень хорошо и удобно турнир Об этих и других новостях подробнее Губернатор Смоленской области Алексей Островский на рабочем совещании Обсудил реализацию национального проекта «Цифровая экономика» В него на Смоленщине входят пять программ Все они касаются внедрения цифровых технологий в сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства и строительства Одна из целей региональных программ – обеспечение к 2024 году высокоскоростным интернетом всех медицинских учреждений и государственных структур Для эффективной реализации национального проекта на Смоленщине необходимо увеличить количество специально обученных кадров По этой причине особое внимание уделят поддержке в сфере информатики талантливых школьников и студентов В вузах региона в ближайшее время планируется появление новой учебной дисциплины «Информационная безопасность» Также в целом окажутся действия гражданам в освоении необходимых компьютерных технологий Сотрудники полиции совместно с местным казачеством провели благотворительную акцию «Помоги собрать ребенка в школу» Цель мероприятия – поддержать юных десногорцев, которые находятся в непростой жизненной ситуации и подготовить их к новому учебному году Подробности далее В рамках ежегодной благотворительной акции сотрудники полиции Десногорска собрали денежные средства и закупили полезные подарки Комплекты школьных принадлежностей были переданы многодетным и нуждающимся в повышенном внимании со стороны государства семьям Свою помощь в проведении дружеского рейда оказали представители Десногорского казачества Совместно с работниками полиции, в силу того, что мы работаем вместе рукооб руку по поддержанию общественного порядка, как народная дружина Казаки решили присоединиться и поучаствовать в этой акции для помощи школьникам, молодым, будущим гражданам Российской Федерации Старший инспектор по делам несовершеннолетних по городу Десногорску, капитан полиции Юлия Гаврюсёва Поздравила ребят с началом учебного года, пожелала им успехов в учёбе Также она напомнила о необходимости соблюдать правила личной безопасности на улице и в общественных местах Дети и их родители поблагодарили гостей в погонах за помощь, а сами ребята пообещали полицейским прилежно учиться Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснатовая Уже меньше недели остаётся до нового учебного года В Смоленской области юных смолян готовы принять 695 образовательных учреждений Из них 365 школ На ремонт всех учебных организаций было выделено 115 миллионов рублей Кроме этого на обеспечение пожарной безопасности направлено 50 миллионов Результат проведённых работ оценивает комиссия и сотрудников органов местного самоуправления, МЧС, ПСБ, полиции и Росгвардии Какие-либо серьёзные замечания комиссии отсутствуют Во всех организациях разработан паспорт безопасности, соблюдается контрольно-пропускной режим Из 365 школ в две смены будут работать только 46 Губернатор области Алексей Островский поручил разработать план перехода всех образовательных организаций области на односменное обучение О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 127 сообщений о происшествиях Из них 7 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями Выявлено 124 административных правонарушения В том числе и 96 нарушений правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 8 человек С наступлением нового учебного года первоклассники, как никто, подвержены стрессу и новой непривычной нагрузке Сложный и часто затяжной период адаптации влияет в том числе и на иммунитет Защитить организм прививками настоятельно рекомендует Роспотребнадзор Ведомство опубликовало список прививок, которые необходимо сделать школьникам перед началом учебного года Так, перед поступлением в школу и в школьные годы рекомендуется сделать ревакцинацию от таких инфекций, как коклюш, столбняк, дифтерия, корь, краснуха и грипп При этом прививки от последнего нужно делать ежегодно Своевременная вакцинация и ревакцинация защитит ребенка от инфекций и, соответственно, от пропуска занятий 24 августа по всей России прошла акция «Ночь кино» Традиционно в этот день горожан ждали свободный ход в кинотеатры и лучшие фильмы отечественного кинематографа Как прошла «Ночь кино» в Десногорске, смотрите в нашем сюжете Министерство культуры России организует всероссийскую акцию с 2016 года Ее основной задачей является поддержка и популяризация российского кинематографа Минкультуры совместно с фондом кино провело рейтинговое онлайн-голосование Зрителям был предложен список из 26 картин В итоге была выбрана тройка популярных киноработ Лидером народного голосования стал российско-сербский военно-драматический боевик «Балканский рубеж» Фильм повествует о секретной операции российской спецгруппы в Югославии в 1999 году Фильм разрекламированный, ожидаются большие эмоции Очень хочется посмотреть, вот пришли с женой Именно на этот фильм «Балканский рубеж» Второе и третье места заняли кинокомедии «Дымовой» и «Полицейский с Рублевки» «Новогодний беспредел» Семейный фильм «Дымовой», с которого и начинался показ Произвел на юных десногорцев особое впечатление Вообще сам фильм веселый, потому что как не смотрю комедию, просто улыбаюсь А здесь даже был момент, где можно было посмеяться Мне понравился фильм тем, что он был волшебным и справедливым Примечательно, что роль Дымового в киноленте сыграл не кто иной, как Сергей Черков, бывший житель Десногорска Очень гордимся тем, что наш парень, Дымовой, взрастили в Десногорске его Поэтому ему успехов, он обогащает российский кинематограф своими ролями Десногорцы по достоинству оценили сами фильмы и возможность свободно посмотреть их на большом экране В этот раз в акции приняли участие более ста жителей и гостей города Показ фильмов закончился далеко за полночь Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Мастера ракетки и валана, прошедшие выходные, провели в Десногорске В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел открытый турнир по бадминтону «Атомный валан» Подробности далее Только на первый взгляд бадминтон – неспешная пляжная игра, не требующая особых навыков и подготовки Но в исполнении профессионалов становится понятно, что этот олимпийский вид спорта может быть зрелищным и эффектным 24 и 25 августа физкультурно-оздоровительный комплекс Десна стал местом настоящих спортивных баталий Здесь в очередной раз проходил турнир по бадминтону «Атомный валан» Поучаствовать в нем мог каждый при подходящей подготовке Физическая подготовка должна быть очень хорошей, потому что очень большие скорости И скорость валана занесена даже в книгу рекордов Динеса – 483 км в час Турниры проводятся ежегодно с 2012 года Мероприятия поочередно проходят в Смоленске, Вязьме и Десногорске В этот раз в Атомград прибыло более 30 спортсменов Это мужчины и женщины из Смоленской и Калужской областей, а также из Санкт-Петербурга Поиграть с русскими приехал и гражданин Франции Я работаю и живу в Смоленске, играю в бадминтон Поэтому сегодня я здесь, потому что здесь в Десногорске очень-очень хорошо И удобно турнир Поэтому я здесь сегодня Все это очень приятно, потому что все коллеги очень приятно И атмосфера великолепна Победители турнира были награждены медалями, грамотами и памятными подарками Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ 78 ребят, победители Олимпиад, обладатели грантов и участники российского движения школьников вернулись на Большую Землю из экспедиции на Северный полюс В юбилейном рейсе на ледоколе «50 лет победы» школьники узнали историю ледокольного флота И испытали на себе особенности арктического климата В экспедиции приняла участие и ученица школы номер 3 Десногорска Ксения Мишкина попала на борт благодаря активному участию в проекта «Школа Росатома» В экспедицию она отправилась вместе с флагом Десногорска, который ей вручил заместитель главы города Александр Новиков Подрузить символ Десногорска предстояло на Северном полюсе Подробности путешествия Ксении смотрите в наших ближайших сюжетах И о погоде 27 августа в Десногорске малооблачно возможен небольшой дождь Днем плюс 22, ночью плюс 14 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм Программу вел Олег Соловьев Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok